Пожилая саровчанка стала жертвой жадности собственных родственников. После продажи квартиры женщина решила разделить вырученные средства. Однако внуку пенсионерки полученной доли оказалось мало. Он предположительно забрал все золотые изделия, браслеты, цепи, а также лом золота и сдал его в ломбард, отчего выручил около 150 тысяч рублей. На прошлой неделе во время сильного ветра на пруду Боровом на 9-летнего ребенка упал информационный щит. По словам родителей пострадавшего, щит был просто вкопан в землю. Ребенок просто оделся царапинами, однако сейчас проводится проверка и устанавливается собственник. То есть кто устанавливал данный щит? Еще один несовершеннолетний пострадал в результате ДТП на улице Садовой. Подросток решил покататься на мотороллере. Водительских прав у него не было. При выезде на Садовую он не уступил дорогу МАЗу с полуприцепом. Произошло столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний не получил телесные повреждения. Множенные переломы ребер слева, прямоторок слева и перелом костей таза тоже слева. Всего на прошлой неделе в Сарове произошло три ДТП и во всех пострадали люди. Также выходные сотрудники ГИБДД провели операцию «Трезвый водитель», в результате чего было задержано 6 человек, которые сели за руль пьяными. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.